Как вызвали события в Крановодке? Попросили Минобороны. Министр пошел навстречу. Дал указание. В Печет Минобороны заложили деньги на их ориентирование новой полосы, для того, чтобы развернуть действительно, и чтобы для садов заход на посадку было параллельно, примерно 10, чтобы не на город не сходить. Оказалось, что вся земля куда надо полосу сдернуть, выкуплена нашими передачевыми гражданами. Поэтому развернуть ее в пользу с этим случаем, обращаюсь через вас к нашим гражданам, они все знают, как говорим, уважаемые здесь на южном северисте, если они бы здесь устали обратно, которые никаким способом были, то Минобороны за мной готовы, но покупать в них землю, для того, чтобы развернуть посадочную полосу, это достаточно большое количество. И либо они ее бы сдали нам, в каждом году вернули полосу, то есть, вообще, это глобое действие. Либо мы готовы купить по той цене, в которой они заплатили. Но платить те цены, которые, так сказать, интригаются, ну, смысл не такой. Бизнес, который называется, чтобы мне было хорошо, а в вас себя ставить не будет. Поэтому эти же граждане больше всех на общественные задачи эту тему поднимают. Поэтому я думаю, что вы все журналисты, это очень грант, то вы можете взять в публичный рейс, чтобы это делать не было позициональное рассмотрение. Фамилии и связи между тем, чья земля не дает возможности развернуть эту полосу. Поэтому Минобороны готовы, мы полностью готовы просить Минобороны и вместе с ними реализовывать проект. Что касается разрыва двойного назначения гражданского, такой проект был, даже было акт правительства, значительно того, чтобы сделать там, так сказать, и практика такая была, перевозки музыки. Сегодня у нас есть Шереметьево, и М-11, конечно, еще больше сблизило дверь, и Шереметьево узел для авиационных сообщений. Поэтому мы рассматриваем сейчас несколько вариантов. Первый вариант, в том числе, город Ржи, потому что там новая рига, трасса, которая идет от трассы Палтия, и там нет такой, может быть, загрузки, там только есть для авиакометов, великолепных. Наверное, это было бы более правильно. И второй, сейчас у нас тут проект, который мы обсуждаем с Минтрансом и с железнодорожниками, это электрификация железнодорожных видов до города Ржево. Вот, мне кажется, этот проект, наверное, был бы не менее интересен, и вообще, как этот вопрос, с точки зрения эмоционального потенциала и развития того направления нашего юго-западного. Для этого, я не исключаю, что если мы полностью можем развернуть по мегалопскому, да, проекту, то, конечно, можно дальше развивать проект с самолетом через город, ну, я думаю, так, если уже говорят, скрятка откровенно, большого посетива у населения не будет. Потому что оно дело тогда военный летает на струнной периодичности, а другое дело, каждый день начнутся полеты, перелеты, все-таки военный высококвалифицированный личный, мы можем, что называется, спать спокойно ночью, когда слышим шум, за аквам, а когда начнется частный авиатр летать, то, что и зарубежный молл, в целом, я буду в городе, большого восторга не буду в наших жителей. Поэтому лучше решать по порядку. Если, так сказать, если мы договорились, мы можем приглашаться к нам в участие, а на улице не станут в городах в городах в городах и в городах и в городах и в городах и в городах сначала можно развернуть полосу вместе с оборудованием дальше уже заниматься второй частью проекта гражданского использования либо совместного.